Всем добрый вечер, это программа Рикошет, мы вещаем в эфире телеканала Артия, но также Дэвисон Радио в студии Данил Русаков. Событие, которого многие ждали. Новая соцсеть Трампа, созданная для информационного противостояния монополистам Фейсбуку и Твиттеру, начала работать в тестовом режиме. Оформление сайта слегка напоминает предвыборные плакаты экс-главы Белого дома. Даже шерифт оказался такой же. Название также содержит отсыл к имени основателя, ну то есть Трампа. Ресурсами именуются Труф. На русский язык это можно перевести как истинный, ну если угодно правдивый. Новая соцсеть начала работать пока только в тестовом режиме, однако уже стала объектом атаки хакеров. Злоумышленники утверждают, буквально через несколько часов после объявления о создании Труф Сошел, они смогли получить доступ к бета-версии платформы. Были созданы поддельные учетные записи от имени Трампа, его бывшего советника Стивена Беннона и даже основателя компании Твиттер Джека Дорси. В липовом аккаунте с ником собака Дональд Джей Трамп разместили изображения испражняющихся свиней и нецензурные заявления в адрес Дорси. Скриншоты с этими постами распространялись и в других соцсетях. Разработчики Труф Соушел заблокировали фальшивые учетные записи, а затем им пришлось закрыть бета-версию платформы. В интервью газете New York Times анонимные хакеры рассказали, они якобы связаны с группировкой, вот как интересно, одноименный анонимус. Они также поведали взлом новой соцсети, связан с проводивой ими онлайн-войной против ненависти. Напомним, это не первый медийный проект Дональда Трампа. В постпрезидентский период, 2 июля, команда 45-го президента Соединенных Штатов запустила платформу Getter. Заявленная цель – защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание, как указано в пресс-релизе, цитируем «настоящего рынка идей». Как сейчас, так и тогда неизвестные хакеры также взломали аккаунты нового проекта. Среди них бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, экс-госсекретарь Майк Помпео и другие. Итак, что из себя представляет соцсеть Truth? Она использует модифицированную версию свободного программного обеспечивания с открытым исходным кодом. В ней нельзя создавать опросы и изменять параметры видимости сообщений. Интерфейс платформы в значительной степени копирует Twitter. Пользователям доступна возможность публиковать сообщения и делиться постами других пользователей. Лента новостей называется лентой «Правда». Мой сегодняшний собеседник американской военной отставки, Гарри Табах. Юра, я тебя приветствую. Привет, привет, Данил. Привет. Ну вот, кстати, я предлагаю сразу, поскольку у нас очень много людей, которые пытаются спорить с телевизором, сразу им, что называется, дать такой решительный ответ от всей редакции Артиена, почему мы начинаем с тобой обсуждать эту тему, потому что, ну, вроде как, бывшие военные отставки, говорите об армии. А вот нет, ребята. Дело в том, что Юра является достаточно таким известным публицистом и на платформе Facebook и YouTube и много раз подвергался банам. И во многом, когда мы говорим о соцсетях, ставшими нашим продолжением в виртуальном мире, то мы говорим практически о каждом из нас. И в этом смысле, конечно, появление новой соцсети с какой-то иной модерацией, это такое знаковое событие. При этом, Юр, смотри, это любопытно. Все-таки конкуренцию для Facebook пытались сделать многие. Был такой клабхаус, ну, это, по сути, голосовые сообщения, которые пытались каким-то образом развить в соцсети. И теперь проект Трампа, который, понятное дело, атакуется, и, наверное, это не последняя хакерская атака. Но, на твой взгляд, чем должна качественно отличаться новая соцсеть для того, чтобы в нее перешли миллионы пользователей? Ну, таких сетей много. И был парлор такой, его попадали на него в суды, закрыли. Было много. Сейчас есть Бастион, это за место Ютуба. И многие вот эти соцсети, которые пытались, это не обязательно даже были такие протрамповские или от Трампа, или финансированные Трампом, или его поддельниками, а просто люди, которые за свободу слова против монополии, которую сегодня заняло СМИ в таком смысле. И их сразу же банят против них хакерские атаки. То есть, можно сказать, даже террористические атаки. Это такой терроризм в соцсетях. И против них разные атаки. Многие такие были. И ми-уи есть такой за место в Фейсбуке. Но люди не переходят туда. Это тоже, вот когда Трамп проиграл, была какая-то волна. Но потом она остановилась. Все обратно вернулись. Потому что это легче. Это быстрее. Все знакомые там. Ну, что мы сейчас вот все бросим. Хрустальную вазу бросим. Здесь пальто, которое мама оставила. И поедем в какой-то Израиль. Ну, люди не хотят. Они к чему-то привыкают. И сидят там. И, знаешь, мне часто звонили. Вот я там хочу пойти служить во флот, в армию. Ну, что же делать? Мне же надо тогда из дома будет уехать от родителей. Отрезать этот пуповину. Да, невозможно и сидеть дома, и ничего не делать, и быть в комфорте, к чему вы привыкли. И что-то новое изобрести. Если мы делаем то же самое, что мы всегда делали, то мы получим то, что мы уже имеем. И, конечно же, Трамп это до сих пор... Ну, вот в этих свободных соцсетях, которые пытались создать, туда, конечно же, сразу же собирались люди, которые республиканцы, которые консервативные, которые многие были за Трампа. И, конечно же, эти соцсети создают опасность. Опять же, опасность, потому что Трамп это опасность. Это опасность для большевиков, для Давоса, для Соровцев. Он большая опасность. Они поняли, что они сделали ошибку и упустили это один раз. И чуть не пострадали из-за этого. И теперь они открыто говорят, что любой ценой надо от него избавиться. Даже уже когда он не президент. Все равно импичмент. Все равно его банкротить. Все равно суды против него. Все равно все, кто что-то говорит за него, их банят. Банить на Фейсбуке. Банить в Ютубе. Нельзя... В Ютубе, например, одно из правил, это то, что ты нельзя... Про другие страны можно, но про Америку нельзя говорить, что ты, может быть, подозреваешь, что выборы были сфальсифицированы. Это запрещено. Тебе дадут страйк, и твой канал закроют, если ты это скажешь. Поэтому надо все время, надо говорить, что да, конечно же, у нас выборы прошли. Самые честные выборы во всем мире. И тогда ты остаешься. Конечно же, это все для них очень опасно. Поэтому любой ценой большевики взяли власть в руки. Они взяли телеграф, они взяли почта, голосование теперь у нас везде идет по почте. И власть они не отдадут. И даже что бы то ни происходило, и что мы не видим, уже показывают нам везде, что мы не можем понять, кто управляет страной. Мы не можем понять, что происходит с нашими деньгами. Цены, которые сейчас, кстати, нас все равно СМИ утверждает, что это так должно быть. А было бы еще хуже, если бы был другой президент. Поэтому подстраивайтесь под то, что есть. И это не только в Соединенных Штатах Америки. То же самое происходит в Украине, то же самое происходит в Европе, то же самое происходит в Южной Америке. И Давос нас достанет. А мы не организованы, мы не ходим на местные выборы. Вот сейчас будут местные выборы в Нью-Йорке, сейчас местные выборы в Пенсильвании будут. Я все время твержу, многие люди говорят, идите, голосуйте. Наши оппоненты, наши враги, люди, которые пытаются уничтожить Америку, они ходят, голосуют. Они дают один день своей жизни, чтобы быть наблюдателями, чтобы быть волонтерами, добровольцами на выборных кампаниях. Но мы вот почему-то не можем, мы все время отговариваемся. То у нас работа, мы работаем, а они не работают. Мы платим налоги, а они нет. Вот именно. И будете дальше работать, будете рабами их. Потому что не ходят, не участвуем мы в этом. Выхожу в Майами на пляж здесь, они говорят, да, конечно, конечно, но я не могу. У меня мама больная, мне надо и лекарства в этот день давать. Или еще что-то. На пляж есть время выйти? И на пляже просидеть весь день, сутками. А вот пойти проголосовать нету, или там даже волонтерам нету времени. Так, наверное, ему устроено, циклично вот так вот ходит, что тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают добрые времена, а добрые времена создают слабых людей, слабые люди создают тяжелые времена. Вот мы, наверное, в этом цикле. Да, это не первый раз, когда ты этот тезис озвучиваешь. У меня вот будет, наверное, такой вопрос, если, ну, коль скоро 21 век, ознаменован тем, что наша жизнь реальная продолжается жизнью виртуальной, то относительно вот этой вот новой социальной сети, которая существует, да, ну, понятно, что там, может, для моего русского уха там лента «Правда», и название «Правда», оно вызывает негативную ассоциацию, но это просто исходя из культурного контекста, той местности, откуда я, да и, в общем-то, большинство наших зрителей и слушателей происходят, они хорошо знают, что такое газета «Правда», и сколько «Правды» там было, да. Но проект англоязычный, рассчитанный на все-таки американцев, да, для которых такой ассоциации не существует, поэтому, вероятно, слово «Правда» в сознании их и слово «Правда» в сознании нас, оно все-таки, как бы, немножко по-разному воспринимается, но это лирика. А давай тогда все-таки от лирики подойдем к функционалу, на твой взгляд. То есть мы видим, что хакеры уже атакуют этот продукт. Мы видим, что это не первый продукт, созданный командой экс-президента, который подвергается... Причем эти хакеры, тут важное уточнение, да, которое нужно сделать, они же выходят с атаками на соцсеть под лозунгами социальной справедливости, борьбой с ненавистью и так далее. То есть все очень конъюнктурно, все очень конъюнктурно, и все очень сильно подпадает под реалии того, ну, скажем, пространства, заданные параметры, в котором мы сейчас все находимся. На твой взгляд, вот эта вот новая соцсеть, это очень важный момент, модерация, она должна быть какой? Это должна быть площадка, которая предоставляет всю палитру мнений, где существует, условно говоря, и правый, левый, центристские взгляды, и никакие из них не могут баниться по признаку свободы слова. Либо мы пришли сейчас к такому пониманию, что нужно выстраивать для людей площадки по клубам. То есть если кто-то относит себя к либертарианцам, мы с Юрой к либертарианцам относим себя, да, я просто сразу всем говорю, заявляю, что я ни разу не консерватор, да, я не фанатик, там, религии и так далее, да, то есть я наоборот за светское научное общество, но вот либертарианцы нам с Юрой так получилось, что близки. Так вот, это должна быть платформа идеологизированная, либо эта платформа должна себя противопоставить тому леволиберальному тренду, в котором появляется цензура? Это важный вопрос. Вот на твой взгляд, какой правильный ответ здесь есть? Вот смотри, я думаю, что правильного ответа нет. Я не могу так философски подходить к этому, потому что я человек нетворческий, как ты. Я просто хочу, чтобы было по закону. Вот у нас есть закон. Закон есть, что радио и телевидение, оно регулируется государством. И какие-то вещи не можно говорить, а какие-то нельзя говорить. И есть СНН, и есть ФАКС, противостоит которому. Есть баланс в этом. А в чем заключалось вот тот же Ютуб, тот же Фейсбук? Они говорили, мы площадка. Мы просто площадь в городе, где каждый может стоять и говорить, что он хочет. Давайте я помогу. Мы не издатели, мы забор. Мы не издатели, да. Мы просто забор, на который наклеивают все люди какие-то объявления, еще что-то, рекламу. Они стоят стихи, читают посреди площади. Мы ничего не делаем. Поэтому нас регулировать государство не должно. Нечего регулировать. Но с другой стороны, они берут и говорят, это наши личные заборы. Если мы хотим, мы оттуда срываем эту рекламу или это высказывание. А хотим, оставляем. И тогда получается, что они проводят цензуру. И они монополия. И вот я хочу тогда, если это так, то пусть их тогда точно так же, как телевидение, как радио, как РТН регулирует государство. И будут у них правила. А тут получается, что они как в России. Как Владимир Владимирович Путин. Он говорит, ну у нас же свобода слова. Можете по телевизору говорить и показывать все, что хотите. И пожалуйста, у нас есть и Москвы, и дождь, и там Медуза, еще что-то там есть. Говорите, пожалуйста. Но если мне это не понравится, вы сядете в тюрьму. Или станете иностранными агентами, как стал дождь и Медуза. Станьте иностранными агентами. Ну я утрирую, конечно, там сядь в тюрьму или еще что-то. Но это будет решение. Поэтому начинается хуже, начинается самоцензура. Вот вчера было 110 лет рождения Аркадия Райкина. Так вот Аркадий Райкин был настолько, и там и Хайт, и Звонецкий. Они были настолько талантливы, что они цензуру могли надурить. Все прекрасно понимали, что они говорили. А цензура ничего не могла сделать. Потому что это была официальная, это была бюрократия. Они говорят, нет, мы там за советскую власть. И все. Но все прекрасно понимали, что они надсмехались над этим. А тут нету этого. Тут нет государственной цензуры. Тут самоцензура. Вот ему, вот Фейсбуку не понравилось, все, они тебя лишили. Ютубу не понравилось, что ты сказали, они тебе, твой канал закрыли. И все. И ты ничего сделать. Ни в суд не подать, ни апелляции никакой нет. Это их частная собственность. И другим они не дают войти на этот рынок. Это монополии, это олигархия. Я, конечно же, против этого. Против этого. И это не только те каналы, которые пытается создать Трамп. Это просто, которые пытаются создать люди, которые хотят сделать, чтобы была свобода слова. Чтобы была еще какая-то опция, помимо Фейсбука, помимо Ютуба. Правильно ли я тебя понимаю, что в данном случае свобода слова может быть реализована не с помощью появления площадки, на которой возможно все, а с точки зрения, скажем, появления контрплощадки. Да, если на классических площадках существуют свои ограничения и своя цензура, то должна появиться контрплощадка, на которой будут нещадно банить условно левые идеи. И таким образом мы выравниваем баланс. Ну вот смотри, я даже тебе приведу пример на своем канале, на своем Ютуб-канале. Явно мои ролики, они такие правые, жестко правые. И со мной никто не хочет иметь дело, кроме некоторых смельчаков. И если я не ставлю, вот мне, например, не нужны эти 200-300 долларов в месяц, которые Ютуб мне дает за то, что они ставят рекламу на мои ролики. Но если я эту акцию убираю, они не продвигают этот ролик. Он сидит, и его люди не видят. Только вот те, которые на меня подписались, там два с половиной человека, которые явно такие любители Юры, а остальные не видят. Поэтому мне нужно, чтобы монетизировался этот канал. Мне не нужны эти деньги. Столько времени и сил, сколько я убиваю на этот канал, это не оплачивается, конечно же, даже близко. Но чтобы его продвигали, я должен его монетизировать. А если я монетизирую, они дают рекламу. И вот на моем канале они постоянно дают рекламу за демократическую партию, что надо идти голосовать сегодня. За демократическую партию, что Байден наш президент. Что то и все. Ни одного ролика они не давали ни за Трампа, ни за республиканскую партию, ни за что. Только ролики, которые противовесят тому, что я говорю на своем Ютуб-канале. Ну, справедливости ради, согласись, все-таки республиканцы в этом смысле оказались в таком, наверное, в самом худшем понимании консервативными. Потому что они не особо идут на какие-то площадки. В этом смысле, наверное, сами виноваты. Потому что, ну, скажем, если бы когда-то, несколько лет назад, та же самая республиканская партия попыталась бы скопировать то, что на Западе, даже на умеренном Западе, конечно, на Западе много что полевело, сделать доступное образование и медицину, тогда бы все вот эти вот люди, студенты молодые, которые бегут за демократов, потому что им нечем платить за операцию и за обучение, может быть бы и не выбирали крайне левый вектор. Это просто говорит нам о том, что нужно вовремя реагировать на те тенденции, которые возникают, да, потому что потом, когда все сваливается как снежный ком на голову, да, то, говоришь, у нас такая хорошая повестка 30-летней давности, но это путь в утопию, да, и это просто то, что тебя самого уничтожит. Ну, есть реальность, а есть утопия. Знаешь, им обещают и обещают, обещают, что будет советская власть, будет хорошо, все будет бесплатно, все будут счастливы. Ну, уже это тысячу раз, мы прошли этот урок и, наверное, еще тысячу раз его пройдем. Такие вот мы животные. Есть еще забавный цирк в том смысле, что миллиардер Берни Сандерс выступает за социальную справедливость, но это, да, это, видимо, совершенно отдельная тема. Ну, смотри, миллиардер Берни Сандерс, он обещает все бесплатно, он обещает коммунист, и он собрал очень много денег, его средние, это правда, его средние донаты были 25 долларов, 24 доллара, но он собрал миллиарды на это, потому что ему молодые люди давали, потому что он обещал утопию. А, конечно же, в республиканской партии люди мало дают денег, вот мы сколько даем денег, мы мало даем денег на нее, конечно же, нам конкурировать. Знаешь, некоторые говорят, ну как мы можем конкурировать, потому что там Цукенберг, Гейтс, Сорос, они дают миллиарды долларов на демократическую партию и на продвижение вот доводских идей, доводского формата. А это не совсем правда, потому что вот Берни Сандерс, который оторван от них, это такой левый сильно, он тоже собрал дофига денег, как раз вот маленькими донатами, маленькими контрибуциями, которые ему давали люди. А республиканцы мы не даем, мы говорим, ну я же средний, я средний класс, ну сколько я дам, мои 100 долларов или мои 50 долларов в роли не сыграют. Сыграют. Насколько помню, это называется пассионарность, и вот действительно пассионарности точно не хватает республиканской партии. Но в этом смысле мы это с тобой много раз обсуждали в рамках этого эфира, да, я все-таки не считаю, что вот эта двухпартийная конструкция, она самая оптимальная, потому что тоже Великобритания, откуда была двухпартийная система скопирована, уже трехпартийная система. А я думаю, что, понимаешь, наша страна как раз была построена не на этом, наши отцы-основатели как раз строили нашу страну, чтобы партий вообще не было, чтобы не было партийной системы, и партийной системы не было. Это потом уже она сформировалась, сначала одна, потом вторая партия, и они начались, ну, сначала они были похожи, потом они, внутри партии было много партий, а потом вот основалось такое, потому что первоначально наши отцы-основатели, чтобы были представители, что называется, стейтсмэн, которые представляют штат, а не партию. И вот они должны делать все, что лучше их штату. Они выбираются своим штатом, и в федеральном ассамблее они представляют свой штат. А теперь у нас получилась партийная система. Теперь они представляют не штат, а партию, и должны голосовать вместе с партией. То, что партия хочет, а не то, что выгодно твоему штату или твоим избирателям. Это же вопрос, когда федеральная бюрократия победила регионализм, получается. Да, централизация, конечно. Это то, против чего был Трамп. И, конечно же, им не понравилось это. Он хотел поставить ограничения на даже конгрессменов и сенаторов. Да, я думаю, и не только он один. А мы сейчас должны будем уйти на короткую рекламу. То, что за счет нее мы живем. Вот YouTube, кстати, тоже за счет рекламы. Ну, реклама — это двигатель прогресса. Это двигатель прогресса. Все-таки в этом смысле у нас классическая телевизионная СМИ. Поэтому будем оставаться в рамках заданных параметров. Уходим на нашу короткую рекламу, после которой продолжим говорить уже немножко о другом. Но то, что имеет прямое отношение к нашей сегодняшней реальности.